В семье Федотовых трое детей. Еще в 2005 году решили построить свой дом. В поселке Большие Калмыки взяли в аренду земельный участок. Когда вышел закон о многодетных семьях, землю Федотовым передали в собственность. Мы обратились в нашу администрацию, выделили нам этот участок и благополучно пока строим дом. С коммуникацией, конечно, хотелось бы какой-то помощи по поводу газопровода. Остальное, я так думаю, по силам самим. В этом году землю под строительство в Киреевском районе получили 24 многодетные семьи. Еще 24 участка уже размежеваны. Но вот желающих на них пока не нашлось. Они выезжают на место, смотрят, ознакомлются. Может быть, чего-то ждут. Еще есть время у них. Они, наверное, ищут варианты более удобные для них. В то же время хотят также, чтобы к земельным участкам были подведены коммуникации. Это и освещение, это и газ, это и вода, и, естественно, асфальтирование. Но сегодня нет таких земельных участков. Не хватает финансирования у поселений. Всего к 1 ноября власти Киреевского района пообещали предоставить 89 земельных участков. Но этого недостаточно, считают в правительстве региона. Сейчас в этом муниципальном образовании на учете стоят 389 многодетных семей. 163 из них подали заявки на землю. К Новому году участками должны быть обеспечены все многодетные семьи. На видеосвязи главы муниципальных образований перед членами правительства они отчитываются о проделанной работе. Но многим сказать нечего. Так в Чернском районе земельные участки получили лишь три многодетные семьи. У вас 200 семей в районе. А мы говорим, три участка, два участка, пять участков. Слушайте, ну давайте не будем смешить, а? У вас около 70 семей уже стоит на очереди. Многие главы оправдываются. Далеко не все многодетные семьи спешат подавать заявки. Надо работать с упреждением. Потому что пока лето не раскачивается, может быть, в полной мере и сами заявители. Где-то дача есть. К зиме я уверен на 100%, что вот эта активность со стороны заявителей или нуждающихся, она резко, скажем так, активизируется. Во всех районах области до Нового года должны размежевать и поставить на кадастровый учет земельные участки не по числу заявок, а по количеству многодетных семей. Чтобы активизировать работу по выделению участков, муниципальным образованиям дали срок – два месяца. 1 ноября в правительстве региона состоится расширенное совещание, на котором главы районов будут держать ответ перед губернатором, почему не исполняют закон. Надежда Милюхина, Роман Тюкин, ТВ-центр Тула. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова